Привет, друзья! Сегодня у нас коротенькое видео по термобарьерам, потому что в нашем многотысячном телеграмм-колл-центре по 3D-печати часто возникают эти проблемы, именно с термобарьерами. Новички не знают, что выбрать, на что обратить свой взор, чтобы потом не плакаться, что он там сломался, развалился и так далее. Что же выбрать такое надежное, чтобы даже новичок мог с этим работать без проблем. Итак, вкратце давайте пройдемся о том, что вообще есть на рынке. Вот такие вот термобарьеры, ребята, это тефлоновые термобарьеры. Это под гладкий радиатор, это под резьбовой. Суть их очень простая. Внутри у нас вставляется тефлоновая трубка. Здесь у нас, грубо говоря, цельная нержавеющая трубка с нарезанной резьбой и с гладкой поверхностью. Они выполняют такие термобарьеры роль именно механическую, именно крепежа. То есть соединяют радиатор и нагревательный блок. При этом они, конечно, передают очень много тепла за счет очень толстых стенок. Но в то же время, благодаря тефлоновой трубке внутри, это все эти проблемы, как говорится, уходят. Потому что основную нагрузку по теплопередаче выполняет именно тефлон. Но здесь еще есть такие нюансы. Такие вот термобарьеры ставят из завода зачастую практически на каждый 3D принтер. Потому что так проще, так дешевле, так легче. Но при этом для новичков это проблема, потому что тефлон нужно установить правильно. Если вы немножко неправильно вставите, у вас будет зазор между соплом и тефлоном. И будет наплывать туда пластик, возникнет пробка. Поэтому такие термобарьеры для новичка точно не рекомендую. Это геморно сложно и в обслуживании не очень год. Я думаю, многие с этим даже профи сталкивались в свое время и от них отказались. Как вариант, можно купить нержавейку. Цельнометалл. Цельнометалл это значит, что здесь у нас нет уже тефлоновой трубки. Здесь используется отверстие 2 мм. Именно уже сугубо под сам филамент. Но проблема такого термобарьера в том, что нержавейка имеет очень низкую теплоотдачу. Здесь у нас стоит практически 3-2 мм гиаметр трубочки. То есть это у нас не цельная деталь. Она не выточена из одного куска нержавейки, как некоторые думают. Это трубочка, соединяющая две резьбовые части. Это можно увидеть даже если присмотреться чуть ближе. Вот видите трубочка. Ее очень хорошо здесь видно. Поэтому это не цельный кусок. Так что не обольщайтесь. Проблема такого термобарьера в том, что очень сильно идет перегрев. За счет того, что очень толстая стенка. Представьте себе 3,2 мм, а внутренний диаметр 2. То есть 1,2 мм делим на 2. Это 0,6 мм толщина стенки. Представляете, какой толстый металл. Естественно, все тепло от нагревательного блока передается на радиатор. И не каждый радиатор может справиться. Особенно это касается легкоплавких материалов, таких как пыла. Поэтому нержавейку новичкам я точно не рекомендую. Потому что большинство новичков печатают как раз с пылопластиком. Или легкими, там, PG. Поэтому лучше всего, конечно, обратить внимание на такой же термобарьер. Но, возможно, полностью титановый. Но тут тоже не стоит обольщаться. Потому что титановый термобарьер, они тоже собраны практически из трех частей. Очень редко, когда титановый термобарьер цельнометаллический, то есть цельнолитой, без трубки. Зачастую у такого термобарьера, даже титанового, вот эта вот часть перешеек, он очень толстый. Даже толще, чем у нержавейки. Потому что выточить на токарке вот такую цельную деталь с тонюсенькой трубочкой, ну, практически нереально. Мы все прекрасно знаем, что титан, особенно те, кто токаря, как я, например, понимают, что титан вязкий материал, с ним работать очень сложно. Естественно, резец просто может свернуть башку вот этой вот резьбовой части. И поэтому выточить будет тяжеловастенько это дело. И это будет стоить очень дорого, такой титановый качественный термобарьер. Ну, и за счет того, что у титана низкая теплопроводность, даже ниже, чем у нержавейки, то вот эта вот часть будет плохо переводить тепло, отдавать радиатору, именно радиатору. И, соответственно, теплоотдача будет хуже. Нужно ставить мощный вентилятор. Короче, титановый термобарьер вот такого плана ценометаллический я тоже не рекомендую новичкам. С полопластиком могут возникать проблемы. Но не у всех, еще раз повторюсь, тут правильно зависит от настроек, от качества материала, пластика и много чего другого. Температура и так далее. Как вариант, у меня было видео по поводу керамических термобарьеров. Нашумевших, я бы так сказал бы. Они сделаны из трех частей. Называются биметаллические и керамические. Это высокотемпературная керамика, используется в аэрокосмической сфере. Это необычная керамика, ребята. Это реально очень классная. Теплоотдача у нее очень низкая, даже ниже, чем у титана. И это, конечно, очень круто. Но проблема в том, что керамика хрупкая. Поэтому не каждый человек сможет работать с таким термобарьером. У меня термобарьер стоит уже, не знаю, месяца три, наверное, печатаю активно. На заказ, ребятам. И вообще проблем нет. На Endory 3. Использую я его в основном для вот такого девайса. Но еще раз повторюсь. Для тех, кто, допустим, до конца не понимает сути и необходимости такого термобарьера. Не стоит бежать и покупать всем его. Почему? Потому что он нужен для определенных задач. Если ваш принтер использует термокамера, активная или пассивная, температура высокая, ваш радиатор хот-энда не справляется, то в таком случае вот такой вот термобарьер можно взять. Потому что он работает в очень сложных условиях. Только в таком случае есть смысл за него переплатить. В другом смысле, если у вас обычный принтер, там Ender 3, там Драгостол, какой-нибудь Мишка, там, ну нет смысла переплачивать, ребят. Поэтому, да, я делаю рекламу того или иного продукта, делаю обзор того или иного продукта, но это не значит, что нужно бежать и сразу все покупать. Вы должны определиться с задачами, с теми потребностями, которые вам нужны. Если вы новичок, то вам однозначно такой термобарьер не нужен. Если вы профи и вы занимаетесь серьезно, как бы вы прекрасно понимаете, для каких целей вам нужен будет такой вот барьер. Вы его, естественно, купите. Как альтернатива есть еще биметаллический термобарьер. Это как бы золотая середина между титановым, нержавейкой и керамикой. Он обладает очень классными свойствами. Сейчас я, кстати, попросил китайцев, чтобы они добавили еще вот такой вот фланец, как здесь, для того, чтобы не свернуть башню вот этому термобарьеру. И, кстати, вот, ребят, очень важный момент. Почему летят вот эти вот термобарьеры? Не потому, что они там плохо запрессованы и так далее. Хотя в этом есть тоже некоторый смысл, потому что здесь используются три разнородных материала. Две нержавеющие... Посередине у нас нержавеющая трубка, очень тонкая, 2,35 мм. Представьте, 0,15 мм толщина трубочки, очень тонюсенькая. Соединяющаяся двумя... Которая соединяет две резьбы. Резьбовые части медные. Естественно, все это запрессовано. При нагревании температурное расширение у меди больше, чем у нержавейки. И, конечно же, может произойти прокручивание. Но это происходит очень редко. В основном это происходит из-за того, что перед этим, скорее всего, человек просто вот таким вот образом снимал термобарьер. Вот так вот. Вместе с нагревательным блоком. Что совершенно категорически неверно. Такие термобарьеры нужно правильно ставить и правильно снимать. Тогда они у вас будут работать вообще без проблем. И, кстати, вот когда уже китайцы добавят в эту новую партию фланец, вообще тогда никаких сложностей не будет. Тогда можно будет легко закрутить его ключом в радиатор. Вот сюда. И, соответственно, потом демонтировать. Очень удобно. Как же с ним работать? Мы закручиваем в радиатор. Сверху накручиваем нагревательный блок. Удерживаем нагревательный блок. Не радиатор и не так вот крутим. А удерживаем нагревательный блок. И прикручиваем сопло. То есть, закручиваем сопло до упора. Пока оно не стыкуется с нашим радиатором. Вернее, с нашим термобарьером. И тогда будет все good. То есть, сопло должно стыковаться. То есть мы не крутим за голову Вот так, как некоторые ребята делают И сворачивают голову термобарьером А потом удивляются, почему они не работают Да потому что неправильно ставите Неправильно снимаете Пару раз, четыре или пять раз Вот так вот закрутите, ребят И на следующий раз оно уже будет само просто крутиться Понимаете? Потому что вы просто свернули На горячую голову Поэтому, ребят, будьте правильно устанавливайте И монтируйте, демонтируйте термобарьеры Особенно биметаллические Потому что они не обладают высочайшей жесткостью За счет очень тоненькой трубочки И тогда у вас будет никаких проблем Будет все хорошо Поэтому с биметаллами будьте аккуратны Был такой случай Когда недавно человек написал в комментариях Что он сказал Что вот такая вот керамика Биметалл это ужас, отстой Ребят, не берите, потому что ужас Хотя он потом написал Что он свернул голову И титановому термобарьеру И у меня возникает вопрос Если ты свернул титановому термобарьеру голову Представьте, титановому термобарьеру голову То что вообще можно говорить о керамике и биметалле? Если человек не смог нормально работать с мощным титаном То, конечно же, он свернет голову не только биметаллу и керамике Поэтому, ребята, давайте быть объективными И как бы смотреть на вещи правильно Ну и, конечно же У многих из вас возникнет вопрос Что же лучше выбрать Из этих всех вариантов Для новичка Я бы все-таки для новичка порекомендовал Новый продукт от Mellow Store О нем будет отдельное видео Сейчас вкратце о нем расскажу Это смесь титана плюс меди Это, кстати, по вашей просьбе В комментариях 3 или 4 месяца назад Вы написали, что хотели бы видеть такой термобарьер В России один из ребят уже делает такие термобарьеры ранее Но некоторые из вас, ребята, попросили, чтобы я заказал у Mellow И они сварганили вот такой вот девайс Суть его очень простая Это в основном идея для новичков Которые, допустим, не особо с руки Работать с керамикой, биметаллом Бояться, допустим Данный девайс чем хорош? Здесь используется титан Впрессовывается очень хорошенько Впрессовывается в медную часть Практически на всю длину Перешеек очень тонюсенький 2,5 мм, там 2,55 Что практически приближено к нашему биметаллу И это очень круто За счет этого у нас теплопередача будет очень низкая И не будет перегревать именно радиатор Поэтому такое решение просто идеальное Внутри зеркало Но зеркало там вообще просто, ребят Реально зеркало Очень красиво все сделано Ну, меловцы постарались Но еще раз повторюсь Здесь тоже используются два разнородных металла Можно сказать, это биметаллический термобарьер Потому что здесь используется титановая часть Здесь нет трубки Вот это все титановая часть Вплоть до того, что заходит вовнутрь Все титан А вот эта часть медная То есть в нее как бы впрессовывается наш титан То есть два разнородных материала У них разная теплопроводность У титана в десятки раз меньше Чем там в 20 или в 300 раз меньше Чем у меди И, соответственно, такой термобарьер Тоже можно свернуть ему башку Если, допустим, там плоскогубцем его Или там просто вот Жестко так в наглу его крутить Вместе с нагревательным блоком То я думаю, со временем можно и его свернуть Хотя это будет сделать очень сложно Суть какая, ребят? Правильно монтируйте, демонтируйте И у вас не будет проблем Для новичка рекомендую именно этот девайс Реально обалденная вещь Буквально на днях я его полностью протестирую Проведу множество разных тестов на разных пластиках И посмотрим, на что он способен Преимущество его, конечно, в том, что Не нужно морочиться с тефлоном, как у тефлонового Он обладает высочайшей мощностью Жесткостью, надежностью Удобством монтажа, демонтажа и так далее И, конечно же, такой девайс, я думаю, будет пользоваться Реальной популярностью Поэтому на вопрос, что же выбрать из вот этого огромного выбора термобарьеров Я бы, наверное, все-таки остановился на Титан плюс медь Потому что это даст, как говорится, спокойствие и новичкам, и профессионалам, и просто любителям Надеюсь, это коротенькое видео вам понравилось И оно поможет вам с выбором Особенно новичкам в 3D-печати Еще раз приветствую вас на лайв-канале Чуча ТВ Спасибо за просмотр Пока-пока Ставьте лайки